Более 140 километров газопровода проложат в этом году на территории Тверской области. Исполнение программы газификации региона в первом полугодии текущего года было рассмотрено на заседании областного правительства, которое во вторник, 21 июля, провел губернатор Игорь Руденя. На сегодняшний день территория Верхневолжья газифицирована на 66%. Задача на ближайшее время увеличить темп газификации не только жилых, но и промышленных объектов. Схему газификации Тверской области необходимо актуализировать, чтобы она носила комплексный характер. С этого заявления, открывая очередное заседание областного правительства, начал свое выступление глава региона Игорь Руденя. Как отметил губернатор, в настоящее время на территории Верхневолжья применяется несколько иной подход к газификации территорий. Кроме домовладений, активно газифицируются предприятия, инвестиционные площадки и социальные объекты. Ключевая задача для регионального правительства на ближайшее время — существенно увеличить темп газификации не только жилого фонда, но и сформировать необходимые условия для развития новых инвестиционных проектов в Тверской области. Для нас программа газификации является ключевым направлением. Вы знаете, что мы четыре года системно, последовательно в этом направлении работаем. Направление оказалось непростое. И мы видим, что сегодня очень важно с «Газпромом» и в прямом, и в переносном смысле синхронизироваться по планам и задачам газификации Тверской области. Как подчеркнул Игорь Руденя, в последние годы удалось обеспечить ежегодное увеличение уровня газификации Тверской области. Если в 2016 году он составлял 62%, то в 2019 — 64,4%. А по данным на 1 января 2020 года — 66,1%. По итогам 2020 года планируется повышение уровня газификации Верхней Волочи до 67,5%. Ожидается, что в текущем году газ придет в 20 населенных пунктов. Это почти полторы тысячи квартир и домовладений. Будет начата работа по газификации шести муниципальных образований, где газа не было. Особое внимание — к северо-восточным и юго-западным территориям Верхневолжья. Это газификация в направлении, когда в район подводится магистральный газ, а минимальная газоразбредительная сеть уже готова. Дальше это будет возможность для более масштабной газификации. Это Краснохолмский район, Максотехинский район, поселок Жарковский, который находится на юго-востоке, и поселок Молоково, который находится также на северо-востоке и юго-запад. Отметим, что газификация Тверской области реализуется по нескольким направлениям. Программа «Газпром» Межрегион Газа, газификация объектов муниципальной и государственной собственности, строительство сетей по программе «Сельское хозяйство Тверской области», газификация за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа. Вся работа ведется совместно с компанией «Газпром» Межрегион Газ Твери. По словам генерального директора предприятия Виктора Варжина, реализация проектов идет по плану, однако определенные сложности все-таки существуют. Главная проблема – установление неоправданно большой арендной платы со стороны собственников земли. Собственник считает, что он может заключить договор аренды очень большой суммой, то есть доходит до 300 тысяч за одну сотку. И вторая проблема, опять же, с собственниками земельных участков, они желают заключить договор аренды не только на период строительства, а на весь период эксплуатации, это и 50-70 лет. Тем не менее, серьезных затруднений в реализации программы газификации во второй половине текущего года быть не должно, отмечают в «Газпром» Межрегион Газ. Из запланированных на ближайшие 4 года 155 километров газопровода 49,7 километра будут сданы в 2020-м.